Здравствуйте, всем привет, вы на канале Футбольной Биги, меня зовут Сергей Егоров и традиционные итоги какого-либо отрезка российского футбола, российского чемпионата мы подводим с Тимуром Гурская, футбольным менеджером, деятелем футбола, как говорит наш общий друг Набилия Рустамян. Тимур, здравствуйте. Приветствую. Очень рад вас видеть, традиционно мы общаемся. Ну что, у нас перед Евро мы позже поговорим, да? Но я бы хотел начать с Зенита сразу без каких-либо общих вопросов. Я бы у вас хотел спросить, вот нет спортивного директора сейчас у клуба, да? Гендиректор из хоккея, да? Главный человек из бизнеса госпожа Илюхина. У Зенита настолько огромный потенциал, настолько огромный админресурс, что клуб в одну калитку обыгрывает всех. Мы же не можем назвать всех людей, которые там работают в Зените, лучшими в своей профессии. Тогда почему? Ну потому что у них подобран хороший состав и по всей видимости пока менеджерский ресурс не обязательно включать. Когда они поймут, что, наверное, состав уже уравнивается с кем-то, будут искать более сильного спортивного директора, я не знаю, генерального директора, который будет еще как-то прибавлять ресурс такой добавить. Пока хватает того, какой есть состав. Но то, что они остались без спортивного директора, конечно, это загадочное явление. Как они собираются в это трансферное окно, если им понадобится кого-то приобретать, продавать, менять, очень пока непонятно. Как вы оцените работу Рибалта? Все уже закончилось? Я все равно считаю, что он очень высококачественный специалист. И то, что ему вменяет Маркизио, я понимаю, что без ошибок, к сожалению, в этой работе не бывает. В этой работе должны быть люди, которые умеют рисковать. Он брал известного ему надежного парня, он его знал хорошо. Маркизио. Маркизио, да, по работе с Ювентусом. Но все остальные покупки, которые он сделал, я считаю, это достойные покупки даже Малком, которого здесь пока не оценили во всю его силу. Но просто стечение обстоятельств, огромная череда травм просто не дает ему раскрыться. Что вы имеете в виду здесь, пока не оценили? Ну, в России все время это как-то стало уже, знаешь, признаком дорогой цены. И некачественные игрока все время Малкома приплетают. Вы считаете это несправедливо? Ну, я считаю, что надо все равно комплекс брать. Почему так получилось? Комплекс надо брать. Потому что у него просто количество травм. Я не знаю, почему такой достаточно молодой футболист. Он же не взят в преклонном возрасте. Молодой футболист, у него такая череда травм. Он из одной травмы выходит, другую попадает. Может, надо было бы просто более внимательно смотреть на медосмотре? Я не думаю, что эта травма была бы какая-то на медосмотре. Потому что сезон, который он провел в Бордо, у него был выдающийся сезон, который он провел в Бордо. И там, если его после Бордо брала Барселона, значит они... Которая через год быстренько его продавала. Да, но, Сереж, я просто, я понимаю, я понимаю твою любовь к чемпионату России, но игрок из Барселоны, то, что перешел чемпионат России, это уже победа. Это даже не обсуждается. Даже просто, ты понимаешь, ну много примеров, когда из больших команд люди уходят, более там маленькие команды. И то, что селекционеры большой команды увидели, это уже есть как бы для тебя они работу сделали. Вот для Зенита было очень круто переманить игрока Барселоны. Даже который там, условно, не удержался там. Ну это сложно себе представить, что вдруг ни с того ни с сего Зенит действующий, как Барселоны. Там, например, Гризмана может перекупить. Или там Дембеле, это же невозможно. Поэтому то, что они купили Малкома, это хорошая работа. Плюс он привез левого защитника, нашел его и со второй Бундеслиги, и с Гамбурга. Привез Бариоса, но он собрал очень крепкую команду, очень крепкую команду. По сей день не видно в ней там откровенно слабых мест. Он вернул команду, я не знаю там как это получилось, он, Медведев, не знаю. Они сохранили Кузяева там из русских паспортов. Ну крепкая команда собрана, крепкая команда. Я просто в шоке. Я просто в шоке. То есть давайте Рибалти еще похлопаем, поаплодируем. Я считаю, что они должны были бы ему поаплодировать. Он хорошую работу сделал. Хорошую работу сделал. Да, он ошибся с Маркизио, но все остальные его покупки сделали с Зенит двукратным чемпионом России подряд. По-моему, два года он отработал. Я считаю, что очень дорого все эти покупки. Дорого, а хорошее все стоит дорого. Ну хорошее все стоит дорого. Я говорю, что это же не важно там, ты дорого, ты за меньшие деньги можешь ошибиться там в Спартаке, еще за меньшие деньги в Локомотиве и в ЦСКА. Стопроцентное попадание ни один спортивный директор не показывает. Но это невозможно. Это очень сложно спроецировать, когда ты иностранного. Русского футболиста мы не можем попасть на рынки, зная все особенности русских игроков. Психологию его, характер его. Мы не всегда тут на месте попадаем 100%. А ты когда привозишь иностранца в Россию, это вообще очень сложно. Но даже вот эти, простой пример сейчас приведу и перейдем обратно к твоим вопросам. Камано. Все критиковали. В Локомотиве. В Локомотиве. В Парвард Локомотиве. Да, все критиковали за Камано осенью. Ну все критиковали, что что это за привезли. Какой-то там инвалид играть не умеет, оббежать не умеет. По весне он реально был один из самых лучших легионеров России. Это надо очень много факторов есть. Нет, просто нет. Камано купили за пятерочку и Камано заиграл спустя некоторое время. Сереж, для Локомотива может быть для Локомотива пятерочка, а для Зенита там двадцаточка, это соизмеримые деньги. Или там 10 Локомотива, 40 Зенита. Это надо просто понимать, надо просто более глубоко понимать, какие были транспортные расходы. Но он покупал хорошего футболиста Малкома, хорошего игрока. Но то, что я говорю, что то, что он тут не раскрылся, есть обстоятельства. Какие-то матчи, которые он играет, он реально феерит. Ну, в чемпионате России. Какие-то в чемпионате России. То есть за 50 миллионов евро, если брать суммарные расходы, мы говорим о том, что этот игрок не особенно помогает даже в чемпионате России, и мы говорим все равно топ-работа господина Рибалта. Я говорю, что смотри, на входе в Россию это было крутое все событие, что игрок Барселоны действующий. Не 32-летний, не который там при смерти, не такой действующий игрок достаточно молодого возраста, приезжает в Россию. Это было круто. Это была крутая работа. Это непросто. Но просто я не могу тебе там передать всех особенностей. Это очень сложно действующему. Даже за такую цену. Даже за такую цену очень сложно действующего игрока из Европы перевозить в Россию. Очень сложно. Наш чемпионат абсолютно непривлекательный для переезда сюда хороших игроков. Почему? Ну, потому что здесь ничего для этого нет. Ну, как ничего для этого нет? У нас есть стадионы классные. Да, но стадионы есть классные. Даже локомотив, которые говорили, что собираются снести, он нормальный, хороший стадион. Не-не, стадионы есть классные игры, хорошие города. Да, хорошие там, я не знаю, жить хорошо. Особенно последние вот эти полтора года. Особенно стало хорошо. Лучший город мира. Да. Но в футбольном плане это непривлекательная страна. Мы там какая там, я не знаю, я сейчас боюсь обмануть там 35-е в рейтинге сборных. Я не знаю, с каждым годом опускаемся в рейтинге клубов. Телевизионные трансляции неинтересны. Но наша страна неинтересна в плане футбола для иностранцев. Только надо перебивать деньгами. Другого выхода нет никакого. Понимаешь, наш чемпионат не так смотрит даже, как чемпионат Турции и Польши. Скауты. Вам не кажется, что проблема оценки Рибалты в том, что мы не должны оценивать его по чемпионату России. Мы должны оценивать его работу по Лиге чемпионов. Ну окей, хорошо. Там эти футболисты несостоятельные. Для того, чтобы это понять, надо брать интервью Рибалты и понять вообще его плана клуба. Может быть у него под первым номером была смена тренера, который не может. Понимаешь, вот мы опять ссылаемся на то, что там нехватка игроков, нехватка игровых с кем. Но Рибалта собрал команду по именам высшей команды Брюги, например. И команду Брюги мы должны были проходить в Лиге чемпионов. Ну так, это я опять говорю, что ты все время сводишь на работу менеджеров. Ты никогда не хочешь реально оценить работу тренеров. А почему ты не хочешь сказать, что тренер Симак слабый и не может преодолеть барьер Лиги чемпионов? Тренер, который выступает и говорит, что мне не обязательно Лига чемпионов. Мне надо чемпионат России выигрывать. Ну вот и мы собрали команду для чемпионата России. Он ее легко выигрывает. Вот и все. Вас это удивило? Да, меня это удивило очень. Меня вообще некоторые выступления наших тренеров в последний год очень сильно удивили. Поэтому, конечно, удивило. Но по факту, если тренер ставит задачу или руководство клуба перед ним ставит задачу выигрывать чемпионат России, то Рибалта проделала отличную работу. Собранная им команда легко выигрывать чемпионат России. Вот и все. Если у них нет другой задачи. Ну то есть мы говорим о том, что задачи, которые ставили и вбивали в контракт Симака, они достаточно странные. Ну это очень странные. И соответственно мы не знаем, какая задача была поставлена перед Рибалтой. Может перед ним тоже была поставлена задача любой ценой выигрывать чемпионат России. Ну и они выигрывали. То, что Симак три года подряд чемпион России, для вас показатель? Показатель слабого уровня чемпионата России. Почему? Вы считаете себя слабым тренером? Ну я считаю его, понимаешь, но опять же с чем сравнивать. Когда он выходит в Европу, видим, что слабый. Чемпионате России достаточно сильный, потому что обыграл все команды, которые там, все фаворитов он обыграл. Там и Локомотив, и ЦСКА, и Спартак всех обыграл. Соответственно, для чемпионата России он сильный тренер. Получается, по факту. Дальше мы должны каждый... Футбол же это вкусовщина, понимаешь, это же не математика и не физика. Ни каких формул нет. Соответственно, каждый будет дальше сам решать, кто там разбирается в футболе. Любит футбол, смотрит футбол. Симак это выиграл или игроки в матч выиграли? Или что будет Симак без Дзюбы делать? Или без пары Дзюбы-Азмун, которые там по 50 очков за сезон набирают? Понимаешь? Вот и все. Мы это четко не понимаем. Внутри России видим сильный. Выходит в Европу, видим, что ничего сделать не может. Мне кажется странным, что клуб не вбивает Симаку. Вот этот выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Почему так происходит? Слушай, здесь это сложный разговор. Это надо понимать, опять же, это надо слышать, что они между собой разговаривают. Может быть, Симак им говорит так. Ребята, дайте мне 100 миллионов, я куплю сейчас себе игроков, которые будут... Он же все время говорит, что нехватка игроков. Ну, может, он им говорит, дайте мне 100 миллионов, чтобы я вышел из группы. Они ему говорят, нет, у нас нет 100 миллионов. Тогда я, говорит, буду только занимать чемпионат России выигрывать. Все. Я не могу по-другому выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Как вам его заявление о том, что он тоже хотел бы поработать в Европе? Ну, я не знаю, это... Когда Сергей Богданович... Все об этом стали говорить. Я не знаю, это стало... Но это, знаешь, это так же самое, как открывают в Москве рестораны или магазины. Кто-то один что-то сделал. Или вообще, и даже в футболе так сейчас стало. Захарян заиграл, сейчас всех говорят, что надо очень сильно омолаживать составы. Там приведет сейчас какой-то 30-летний футболист, который там поменяет результат. Все начнут 30-летних скупать. Это просто, понимаешь, это повторючничество. И другого я вообще не вижу. Какая ему необходимость есть работать в Европе? Какую команду, например, просто сидит он и мечтает, допустим, дома со своей супругой разговаривать. Какую команду он себе представляет, которую он мог бы возглавить? Сильнее «Зенита». Сильнее «Зенита» команда никогда в жизнь его не позовет. То есть, это должна быть первая топ-4 команды своих чемпионатов. Первых пяти чемпионатов. Ну, что? Он что, поедет спал тренировать Беневенто? Или, я не знаю, какой-то Алавес? Он же не поедет тренировать. Потому что его зарплата не позволит ему поехать тренировать. Но на старости примет команду, может быть, какой-то там, я не знаю, в Македонии или в Хорватии, где у него дом купить себе. И будет там тренировать. Или в Черногории. Роль Аршавина, на ваш взгляд, какая сейчас? Ну, мне кажется... Вы говорили о том, что это президент «Зенита» будущего. Я до сих пор считаю, что... Около года назад. Просто я не знаю, как там распределяется. Но мне кажется, Андрей зря не хочет на себя взять инициативу, проявить инициативу и взять на себя должность спортивного директора. Мне кажется, что ему комфортно заниматься молодежно-русским футболом, ну, российским футболом, молодежно-российским. И он абсолютно не хочет погружаться в приобретение или продажу иностранцев. Не хочет или очкует? Что на самом деле? Слушай, ну, судя по тому, насколько я его знаю, слово очкует вообще-то не про него. Почему? Ну, потому что он достаточно бесстрашный парень, прямолинейный. Никогда не боится. Ну, мне создается впечатление, что нет. Просто мне кажется, что он не хочет рисковать из-за того, что он не очень сильно погружен, как происходит, допустим, иностранных футболистов покупать. Потому что он настолько сильно погрузился, как бы, в русский рынок и настолько хорошо знает русский рынок, что, мне кажется, просто он размываться не хочет. Но слово точно, то, что он не боится, это точно. Потому что, как бы, такое впечатление он не производит. Но тогда мы приходим просто к ситуации, что нынешняя история «Зенита», она ненормальна. Ненормальна. Когда нет спортивного директора. Да, да, там это ненормально. Кто покупает футболистов? По русскому рынку, как бы, не вопрос. Все, да, по русскому рынку и отметаем русский рынок. Кто и нас тут еще не дает авторизации кому-то. То есть, как вообще? Я вообще, честно говоря, плохо понимаю, допустим, кому должен раздаться первый звонок, чтобы кто предлагает футболиста, например, иностранного. Я не знаю, как это у них сейчас происходит. Но это должно быть как-то то, кому-то же должны позвонить. То есть, по идее, сегодня, вот прямо на поверхности, должны звонить Симаку условно, говорить ему, есть иностранный футболист. И он должен кому-то это передавать на просмотр, к примеру, этого иностранца. Кто его там смотрит, кто принимает решения, кто оценивает адекватность цены, я не понимаю. Я не знаю. Но сейчас реально для главной команды страны остаться без человека, который реально может оценить ситуацию, общую картину, это, конечно, ненормальное явление. Но вот мы с проблемами разобрались как бы как спортивного проекта. Есть что-то еще в «Зените», что вас заставляет говорить о том, что спортивный проект не очень сильный в «Зените»? Ну, вообще, понимаешь, футбольный клуб, даже такой, который там трехкратный подряд чемпион стал, это все равно должно быть, знаешь, это должно быть все равно как озеро, это не может быть как болото. Туда должны входить и выходить реки. То есть, там периодически надо и русских обновлять игроков, там, я не знаю, там, кого-то убирать, там, кого-то заводить, там, молодых. Не может быть это застоявшийся организм. Все равно там какое-то должно быть движение. И даже среди русских, не говоря уже иностранцев. Вы мне как-то говорили о том, что этот «Зенит», ну, еще и следующий сезон будет чемпионом. Да, я и сейчас так говорю. Запас большой. Очень большой запас. Очень большой запас. Достаточно у них будет запаса, чтобы и следующий год так же само стать чемпионом. Ну, я не знаю, там, что-то может произойдет, и какая-то команда сойдет с ума, там, чтобы валить сейчас гигантские деньги. Но пока что на сегодняшний день, то, что мы сейчас видим, никто не может ни потренеров, ну, ни тренеров нету, который бы, допустим, там, за счет, там, большого искусства своего, там, обыгрывали. И уж не тем более состава нету, кто бы с ними мог бороться. Это, а перспектива на следующий сезон только, или это еще, там, на долгие годы? Ну, не знаю, понимаешь, пока, пока, это же, понимаешь, это некоторые, там, клубы у нас строят планы на 3-5 лет. Сложно в футболе запланировать больше, чем на один год ситуацию. Понимаешь, и поэтому пока так. Вот если все так останется, как сегодня, «Зенит» чемпион. Вот эта фраза «Котэ Генич» несколько раз повторял, она взбесила, я смотрю, народ. Я сидел рядом с ним, вот как сейчас. У меня она не вызвала какого-то негатива, просто я понимаю, что он немножко, как бы, повторюшничает за «Диктором». А там «Зенит» вот, вот, «Диктор» все время вот эту фразу кричал. Вы понимаете, в чем претензии сейчас с комментатором «Матч ТВ» к «Котэ Геничу», к «Нобилю», да, по поводу того, что есть цензура на «Матч ТВ», по поводу того, что они про «Зенитовские». Слушай, ну, я не знаю, там, какие к «Нобилю», условно, там, претензии, никогда не слышал вообще. Слышал всегда претензии, вот, по этому матчу слышал претензии. Ну, я думаю, что просто не очень приятно стало. Я не помню, просто, как бы, я с Костей по этой теме разговаривал. Он говорит, что он не «Зениту» хотел придать, как бы, значимость вот этим крикам своим, а просто, как бы, грубо говоря, там, чемпионского матча он хотел. Там, грубо говоря, он, как бы, как он так, бы сказал, играл бы к этому моменту «Спартак», который бы стал бы чемпионом в этом матче, он бы так бы орал бы за «Спартак» или, там, за «Локомотив». Просто он хотел, как бы, показать, что он живой человек, который, там, живо реагирует на матч, репортаж, и ничего большего он за этим не имел. Хотя, я, мне очень не понравилось это его поведение. Не понравилось? Ну, конечно, нет. Ну, потому что, если бы он так, это классический латиноамериканский репортаж, если бы он так ввел бы себя всегда, и мы бы к этому привыкли, ну, наверное, мы пропустили бы мимо ушей. А так, у всех сложилось впечатление, что только потому, что Алексея Борисовича не было на матче, он специально для него ввел просто персональный репортаж через центральное телевидение. Уже так бывает? Ну, так получилось. В России все бывает. Слушайте, я вот об этом хочу поговорить, об одном тексте, который меня взбесил, я даже у себя в телеграм-канале написал, коллега Дзечковский писал о том, что в чемпионство «Зенита» нужно тыкать соперников. Вот как нужно работать? Вы согласны с такой вопросом? Нет, конечно. Нет, конечно. Конечно, нет. Это просто грубое вообще, просто какое-то глупое вообще просто сравнение. В смысле тыкать? Ну, тогда любой тренер скажет там в «Локомотиве», «Спартаке», «ЦСК» или там, я не знаю, в «Краснодаре» скажут, ну, давайте, дайте нам бюджет в 200 миллионов, и мы тоже так построим команду за два года, которая будет бороться за чемпионство. В смысле тыкать? Что там? Они что, взяли команду из «Зенит-2», сделали команду и стали ей чемпионом? Конечно, нет. Это вообще не пример для подражания. Это очень сложно выстроить команду, которая «Зениту» там окажет сопротивление, там спокойно, без огромного вливания денег. Если ты хочешь по-европейски, да, там как происходит, сколько «Интер» забабахал денег, чтобы гегемонию «Ювентуса» снести? Да. Еще им повезло, что там тренер сменился, который неопытный оказался, ну, потому что это невозможно. Без классных футболистов ты ничего не сделаешь, только на тренерском мастерстве. Все равно должны быть футболисты очень высокого уровня. Ну, да, ну, то есть, если мы говорим об этой составляющей, в том смысле, что получается средний чек по трансферу у «Зенита» около 10 миллионов евро. Ты имеешь на трансферы? Да, на трансферы. Ну, не знаю, а как средний, я не знаю. Ну, то есть, в среднем, «Дугла Сантос» 12, да, у нас, «Ракидский» 12, да, «Лобран» 12, «Лобран» 12, «Лобран» 12, «Лобран» 12, «Лобран» 16, 10 плюс, да, у них хорошие иностранцы. Ни один из российских клубов не может себе такого позволить. Нет, может одного игрока такого позволить, может быть, в лучшие времена, но одного. Ну, «Спартак», может быть, там, если сильно убедит акционера, там, чтобы два таких игрока купить, но чтобы собрать команду, где все легионеры будут 10 плюс. В этом и есть исключительность «Зенита»? Слушай, ну, в этом есть исключительность финансовых возможностей, что они могут себе позволить это делать. Потому что это же не просто купить игрока за 10 миллионов, ты же должен соответствующая зарплата у него будет тоже. И поэтому зарплата ведомость еще будет большая. Понимаешь, ну, поэтому… Вы можете для себя объяснить, почему такие траты может позволить «Газпром» и «Господин Миллер» и не может позволить «РЖД»? Может позволить «РЖД», может позволить «Лукойл». Просто нет такого желания, наверное, по всей видимости. По всей видимости, у «Газпрома» есть люди, которые настолько сильно любят любовь, которые могут найти такие деньги. Ну, ты что думаешь, что «Лукойл», если находит 100, не может найти 200? Ну, просто они считают, что это не нужно делать. Я не вижу там такого, что… Просто нет такого желания. Или «РЖД», что не может найти такие деньги. Допустим, если бы там были люди, которые были бы там заражены футболами, считали бы, что вот это сумасшедший проект, который нам вообще не сильно необходим. Не, просто тут же речь о чем идет? О том, что «Господин Федун» тратит свои, а «Господин Миллер» тратит государственные. И что? Что, не может найти «Лукойл» своих, потратить 200? Ну, у людей там состояние все условные миллиардеры, да, там, руководство «Лукойла». Они что, не могут вместо 100 200 потратить? Но они просто не видят финансовой целесообразности. Они, как бизнесмены, хотят отдачу. «Зенит» считает, что есть отдача, то, что они становятся чемпионами. Один город, одна команда. Люди все там, все в Питере там, болеют в Петербурге за «Зенитом». И у них там имидж, и для них это важно. Для этих людей там условно важно где-то какую-то коммерцию найти, там, квартиры продать в Тушино, там, или, не знаю, там, железнодорожные билеты продавать, кому-то что-то. Так важно. В чем вы видите в этом году админресурс «Зенита»? Я не знаю, админресурс вообще пока не вижу. Потом, если сейчас пошли разговоры о том, что вот-вот могут там не продлить Медведева, он может уйти из «Зенита». Ну, я не знаю, если у них есть план, который пригласит хорошую менеджерскую группу, которая там возглавит все посты. Может, у них поэтому и нет спортивного директора. Может, они потому что ждут там расставания с Медведевым и пригласят туда более профессиональных спортивных людей там футбольных. Поэтому я не знаю, надо подождать, пока ближе к сезону, как там и с чем закончится у них. Я не думаю, что там, условно, Илюхина хочет просто заниматься днем и ночью только футболом. Но вы обратите внимание, в этом году админресурс нам уже от «Зенита» подточен. Нет Вилкова, ну просто взяли, выгнали из футбола, нет Вилкова. Не пустили Оренбург, про нижний счет там непонятно, что будет. У вас нет ощущения, что вот это те? Да, мне понятно, что ты хочешь сказать, что там вот эти заговоры. Я все равно считаю, если бы получилось бы так, что мы бы сейчас, сидя с тобой, могли бы сказать, что ты мне сказал, ну смотри, Спартак обыграл «Зенит», Локомотив обыграл «Зенит», ЦСКА играла с ними достойно на равных. И ты мне это предъявил бы, что вот этих трех, вот этих шести очков, которые условно им подарил Сочи, их сделала чемпионом, тогда, может быть, я бы с тобой вынужден согласиться. Сегодня по факту «Зенит» обыграл всех своих фаворитов, конкурентов, обыграл на футбольном поле, без судейских ошибок особенных. Ну там сейчас, конечно, там какие-то помарки были, но тоже их там предвзятость еще надо понять. Ну просто они сегодня сильнее, сильнее. Ну сильных не любят, понятно, я тоже не очень там не фанат «Зенита». Мне тоже хотелось бы, чтобы московская команда чемпионом была. А что тогда произошло в случае с Вилковым и с Оренбургом? Слушай, ну я не знаю, но Вилков, видать, уже всех так достал, он же не помогал в матче «Зенита», когда он всех достал. Он просто, его имя уже стало нарицательным в судейских ошибках. Поэтому, я понимаю бы, его отстранили бы от матча какой-то, где он «Зенит» бы вытащил. И вот я просто не помню, там за какую игру напомнишь, какую игру там его отстранили. Ну вот «Локомотив Ростов». Ну вот «Локомотив Ростов», ну видишь. Ну причем тут, это знаешь, это у меня такая давняя была история, как я привел там свою супругу когда-то на футбол. И играл матч, и играл матч… С 77-го года рождения. Да, играл матч, я 71-го. Играл матч «Крылья Советов», Герман был президентом, мы пришли на матч, играл «Спартак» «Самара». Да, «Крылья Советов». На стадионе, на автозаводской была игра. Она была первый раз в жизни на футболе, первый раз в жизни. И с первой минуты завязался крик «Газаев пёс». И этот крик стоял там минут 20, она мне спрашивает, кто такой «Газаев». Я говорю, «Газаев тренер ЦСКА». А играет она, говорит, кто? Я говорю, играет «Спартак» «Самара». Она говорит, а почему тут «Газаев»? Я не смог ей объяснить, почему они кричат про «Газаева» в матче «Спартак» «Самара». Понимаешь? Такая же история, но Вилкова убрали за признанный матч ошибочный локомотив «Ростов». Причем тут вообще «Зенит»? Ни при чем. Ну, в этой ситуации, по факту ни при чем. Ни пойман, ни вор. Поймали его на другой воровстве. Ну и все. Слушайте, по игрокам я у вас хочу поспрашивать. Вот Ракицкий, Дреуси, Азмун. Я правильно понимаю, что «Зенит» ищет футболистов на антипозиции? Ну, я не вижу, что, допустим, Азмуна не ищут кого-то на мин Азмуна. И могут ли они заменить Азмуна? Ну, безболезненно. Это, думаю, очень дорогая позиция будет им покупать. Гарантированно человек, который забивает 15 плюс голов, купить сегодня в Европе, это будет страшно дорого стоить. И мне, конечно, логично, конечно, им убедить каким-то образом Азмуна остаться. И я думаю, это не так сложно. Не так сложно? Я думаю, не очень сложно. Но мне кажется, что это не очень сложно. Имея финансовый ресурс, ну, как Азмуна там не убедить остаться? Что, умножить на полтора? Почему умножить на полтора? Ну, договорятся. Дадут ему зарплату, там, ты же понимаешь, что... Вы же понимаете, что нельзя сейчас дать зарплату больше Дзюба? Не надо больше. Три с половиной? Ну, дадут ему три. Дадут, три останется. Ну, очевидно, что за три останется. Ну, потому что в Европе Азмун больше полтора зарплату не найдет. Понимаешь? Захочет ли сам парень уйти на двукратное уменьшение? Думаю, нет. Думаете, не найдет больше полутора? Нет. Почему? Ну, потому что это очень сложно. Чтобы мы кто-то... Если бы, смотри, если бы хотела бы топовая команда, которая готова заплатить ему такие деньги, например, она уже бы проявилась и уже были бы переговоры. По всей видимости, такого предложения нет у окружения Азмуна. У него очень мощный агент. Понимаешь? У него очень крутой агент. Ну, по-европейски известный. Ну, фали Рамадани, который они везде афишируют. Рамадани или Рамадани, как правило? Ну, Рамадани, не знаю, албанец, он, я не знаю, как ударение ставить. Он там известный в Европе парень, как бы, и имеет вход во многие клубы. Если у него было бы предложение, он бы соблазнил Азмуна уйти уже давно. А в чем тогда проблема Азмуна, что у него нет таких больших предложений? То, что в Лиге чемпионат... Потому что чемпионат России, это не пример для того, чтобы покупать игроков задорого. Понимаешь? Потому что купленные в России игроки задорого не всегда оправдывают надежды в Европе. Когда они сталкиваются с проблемами адаптации или там с проблемами... В первую очередь, Черышев. Да ладно! Я знаю, что ты хочешь сейчас, чтобы я произнес вслух, но давай, хорошо. Ты хочешь про Миранчука, да, чтобы я сказал? Ну, у него пока только первый год прошел, давай подождем еще чуть-чуть. Давай Нобелю сделаем приятное. Все-таки два художественных фильма снято, давай пускай они в серию выйдут. Третий намечается, третий... Ну, конечно, будет аж сериал, он же сказал. Человек говорит о том, что устаю, засыпаю. И тренируется у Юрия Павловича, у которого главное бегать, надо много бегать. Ну, слушай, у тебя недавно был эфир с бывшим футболистом, я-то не играл в футбол, у тебя был эфир с бывшим хорошим футболистом. Да, с Романом Широким. Да, и Рома же сказал, что я не понимаю, как такой можно вслух произнести. Это вот показывает уровень чемпионата России. Вот тебе уровень чемпионата России. Соответственно, после таких интервью, брать напрямую за дорого игрока из России, для хороших клубов, для дорогих клубов, становится немножко сомнительная процедура. И они хотят, конечно, подстраховаться. При случае с Азмуном. Как в случае с Азмуном, например, да. Ну, то есть мы говорим о том, что у Азмуна есть условная Севилья, не топ. Я не уверен, что есть Севилья. Я не уверен, что есть Севилья. У Севильи спортивный директор Мончи, который, как рентген, знает, за сколько можно купить, за сколько продать. Ну, по крайней мере, у него есть план на игрока, которого он видит наперед. Понимаешь, он должен по своей работе прогнозировать продажу. Ему мало того, чтобы Севилья стала четвертая. Он и без Азмуна станет четвертым в Испании. Ему надо прогнозировать продажу. По всей видимости, Азмун приближается к такому возрасту. Он же 95-го года рождения, то есть ему 26 в этом году, да, стало или уже. Поэтому, грубо говоря, если он его возьмет на два года, 28-летний футболист, купленный, фактически взятый на максимальные деньги. Куда его продавать потом? Катар? Или куда? На Восток только, если. Понимаешь, он приближается к критическому возрасту с каждым днем. А для Зенита это хороший игрок. Я вообще, я не знаю, и Ракицкий для чемпионата России очень качественный игрок. Дриуси, Дриуси хороший игрок там, да, но понятно, что он все время ноет, как любой латиноамериканец. Ему все не устраивает, когда он не играет. Это люди только способны играть на поле. Тогда они принимают, и город им нравится, и климат нравится, и поездки нравится. Все нравится, когда они играют. Когда они на лавке сидят, они становятся невыносимы. Вообще все латиноамериканцы. Если сейчас Зенит возьмет Леху, если даст денег, а Таланта продаст? Вот как вы относитесь к этому высказыванию Денниса Лахтера, который сказал, что все будет продавать? Его назвал бессовестным наш общий знакомый Вадим Шпидин. Да, ну, потому что Вадим, я не знаю, я вообще не знаю, почему Лахтер высказывается вообще о футболистах из России. Он тут не живет, он их не смотрит, он вообще не знает, что тут происходит. И, грубо говоря, там, я не знаю, объективную картину не знает. Тем более не знает объективную картину Аталант. Я уверен, что он не общается ни с кем такого уровня, чтобы понять, будут продавать Алексея или не будут. Но будет хорошее предложение. Аталанта, ты же понимаешь, что это тоже команда, которая там готова продать любого игрока. Любого. У них нету неприкасаемых. Если будет предложение, которое устроит Гасперини, ну, он его продаст. Он его продаст. Ну, потому что Алексей Миранчук это не незаменимый игрок. Еще раз повторю, Аталанта, плохо выбранная команда. Это очень крутая команда, повторюсь тебе. Хотя ты, да, мы с тобой-то тоже говорим, что это деревня Бергамовка. Ну, окей. Вы не согласны, что это Бергамовка. Это Бергамовка, но это очень крутая команда. Просто Нобель не рассказывал про какие-то музеи, рестораны. Не-не, пускай там, ну, я не знаю, ну, слушай, я не знаю. Может, там есть... Давайте мы скажем, что мы ему не верим. Нет, нет, мы верим в Нобель, он там бывал часто. Ну, по поводу музеев, ресторанов, ну, что он нам рассказывает. Я не уверен, что просто Миранчук ходит долго по музеям, там, каждый день. И насколько это важно там, допустим. Но с другой стороны, нам сложно, понимаешь, нам из Москвы вообще сложно оценить любой город. После Москвы любой город деревня. И Париж, и Милан, и Рим, ну, может быть, там пол Москвы будет Лондон. Но люди, которые привыкли жить в Москве, им сложно адаптироваться. Но если это отбросить, что главное, что ты как-то досуг проводишь, да, все равно он засыпает, какая разница. Он все равно вечером не увидел бы ресторан, он спит. Поэтому уставший на тренировки. Это очень крутая команда. Но эта команда не проявляет, ни один футболист там не становится яркой звездой, перетягивающей на себя одеяло. Это команда машина, которой каждый механизм должен быть подточен друг подругу. Аталанта. Там есть звездный тренер. Еще раз повторю. Поэтому ему сложно там в этой команде. Был бы он в команде условно попроще, в плане того, которая на ярких индивидуальностях строится. Может быть, он там по-другому бы заиграл. Поэтому если через еще полгода до зимы он не станет незаменимым, как Малиновский, например, игроком Аталанта и уйдет, я не исключаю, что он где-то еще может себя проявить хорошо. Не исключаю. У него есть хорошие качества. Леша, если он там что-то впитал от Гаспериди для себя и сможет это потом дальше проявить. Я считаю, что это не выброшенный год у него. Не выброшенный? Ну, я считаю, что нет. Я считаю, что если мы увидим, что через два года он окажется... Если он вернется, то выброшенный. Понимаешь? Вот, ну, как бы мою логику ты понимаешь, да? Да. Если он вернется в Россию, то все это, значит, выброшено. Потому что это будет просто... Потом он будет просто как Игорь Михайлович, там, знать, как готовят в Италии. Ну, Игорь много лет поиграл в Италии, да? За один год он только поймет, какая кухня в Италии и язык выучит, я не знаю, 50 или 100 слов. Все, что он вынесет оттуда. Если он вернется. Если он условно перейдет в команду и продолжит какую-то свою еще 3-4-летнюю карьеру в Европе, то, конечно, это будет не выброшенное время. Но, на ваш взгляд, вот история, которая меня постоянно рассказывает, о том, что вот с каждым разом, приезжая в сборную России, он показывает, как он прибавил там и прочее. В чем прибавил Алексей? Ну, я пока этого не вижу, кроме как мышечной массе, чтобы он чем-то прибавил. Это же надо, чтобы он сыграл за сборную и стал там лидером. Но он пока не уровня головина игрок для сборной. Ну, незначимости головина игрок для сборной. Я не знаю, я не очень внимательно смотрел игру с Польшей, потому что она такая была, я знаю, что они под нагрузками большими, и наши, и поляки, и каждый там скрывал какие-то схемы. Но даже в этой игре головин был более значимый игрок на поле. Поэтому я не знаю. Ну, когда посмотрим на Евро, если он сможет там проявить себя как лидер команды. В принципе, человек, который возвращается из Аталанта, ну, в сборную я имею в виду, он должен быть лидером команды. Сможет он им стать, значит, Аталанта пошла ему на пользу. Если он будет сидеть сейчас на лавке у Саламыча, например, вот тогда непонятно, что там, грубо говоря, происходит, кроме нагрузок. Там есть проблемы как бы с характером, что такой не злой, немножко вот такой парень виловатый? Ну, внешне есть. Вот внешне. Такой малахольный. Да, немножко вот внешне, судя, как он разговаривает, как он дает интервью, как он вообще оценивает ситуацию, видно, что он немножко такой, я не знаю, как это назвать, малахольный, флегматичный, не знаю, как это назвать. А как он внутри, это только знает его окружение. Но на поле я тоже не вижу, что он там злая собака, которая там готова всех загрызть. То есть это не Баринов. Да, вы согласны с тем, что вот как сейчас развивается ситуация, если вдруг зимой что-то будет, назад ему в локомотив дороги нет? Ну, в локомотиве ему дороги нет, я думаю, по другой причине, по финансовой, а не по какой-то там человеческим качествам. Да, я об этом-то и говорил, я говорю о деньгах. Я думаю, что по финансовым причинам, то, что сегодня происходит, конечно, да. Конечно, в локомотив ему пока дорога, пока точно нет. То есть забрать его может, по сути, только... Спартак-Зенит, я думаю, да. Ну, я думаю, что Краснодар может его забрать, если сильно там понадобится, он там найдут деньги, чтобы его забрать. А такой игрок нужен Зениту сейчас? Слушай, ну, я не знаю, понимаешь, это надо... Не знаю, я не знаю. Ну, может ли он играть только на Дзюбу, допустим, или на Азмуна, не на себя? Я не знаю. Может быть, он немножко переквали... В локомотиве он бы... Если бы до отъезда в Аталанту, нет, не нужен. А если после отъезда, где он играет сильно командный в футбол, может быть и нужен. Может быть и нужен. Это надо посмотреть только. Как они на поле сыграются. Ну, и потом Дзюба тоже не вечный же. Он же не будет играть еще там, я не знаю, 10 лет, надеюсь. Поэтому... Кто такой для вас Медведев сегодня, применительный к Зениту? Кто? Хромая утка. Человек, который что-то решает. Слушай, ну, послушай, я не могу так оценивать. Во-первых, он старше меня по возрасту. Понимаешь, там, оценивать его там хромой уткой, там, или там, что это там... Там чемодан без ручки. Я вообще не хочу так оценивать. Он заслуженный человек, там, много... Богатый дядя. Много сделал для развития спорта. Он 20 лет продавал газовые контракты экспортные нашего отечества. Ну, представляешь... Это потрясающе с точки зрения бизнеса человек. Да, ну, менеджер... Просто я немножко не понимаю, что он делает в футболе вообще. Я тоже... То есть, по хоккей, я понимаю, он знает всех этих владельцев. И теннис он любит очень, там, женский теннис проводил, он это ему нравится. Я не знаю, почему он пошел в футбол. Я не могу сказать, просто когда в хоккее он встречается с владельцами клубов КХЛ, а здесь он приезжает на общее собрание и общается, как бы, с менеджерами. Да, я понимаю, что... Я тоже это вижу, потому что... Я понимаю, что это как бы немножко... У меня есть товарищ, там, бывший, там, выдающийся хоккеист, который, там, очень большие слова, там, говорит о медведеве, о его человеческих качествах, все... Алексей Касатонов? Нет, нет, помоложе, чем Алексей Касатонов. Алексей Морозов? Ну, ровесник Морозова, Яшин. Алексей Яшин. Да, да, но он прям об очень высоких, там, человеческих, профессиональных качествах говорит, там, всегда. Но, понимаешь, но футбол... Я не говорю, что это плохой же человек, но в футболе его работа в таком клубе, как «Зенит», пока что она, ну, вызывает много вопросов. Ну, он перестал хотя бы эти, делать свои, эти, какие-то заявления, в прессу стал меньше говорить. Стало совсем хорошо стало. Вы считаете, что говорил не в попад? Ну, говорил забавно. Забавно. Ну, ему казалось, что в попад. Ну, вот эта перепалка, там, когда у него была то, там, со Спартаком, там, какая-то периодически, там, перепалка у него появляется. Какие-то заявления, там, ну, я сейчас не хочу вспоминать, цитировать, не помню. Ну, он сейчас рассказывает по поводу лимита. Да, это что, как бы главная проблема? Для чего это все прорабатывается? Ну, это что, главная проблема? Мы сюда тащим Година, которому 35 лет. Да. И говорим о том, что Годин, это вообще замечательно. Да, это замечательно было бы. Если бы такой игрок, как Годин, приехал бы в Россию. Ему возраст-то, как нам, как нам с вами. Ну, и что? Ну, и хорошо. Ну, что? И что? Давайте этот самый приезжает на премию, этот, как его, Луиш Фигу, давайте Луиша Фигу позовем. Ну, я тебе могу так сказать, что если сегодня почистить, помыть и выставить на поле Воронина, поверь мне, что он будет получше, чем многие молодые футболисты. Ну, просто поверь мне. Потому что они... Вместо почистить, помыть, скажем, поднабрать форму. Поднабрать форму, хорошо, да. Ну, я имею в виду достать из Чулана футбольного. Он и так красивый, очень модный. Как вы на матче. Я тебе скажу, что по характеру вот эти старые футболисты, которые возрастные, ну, они дадут три форы молодым футболистам сегодня. Вообще, по спортивному характеру. Сегодня вообще эти молодые футболисты, честно говоря, вызывают очень большие сомнения, что у них ни злости спортивной нету, ни жажды победы любой ценой. Они, я вот, я помню игроков, которые были раньше, сейчас таких я вообще один-два обчелся, сейчас злых футболистов просто нету. Они какие-то, там, я не знаю, заканчивают футбол, бегут играть в компьютерные игры, и у них вся злость в этом уходит. Вы понимаете современных молодых? Нет, вообще не понимаю. Не понимаю. У них не на первом месте футбол. Я знаю ребят, которые были там со времен еще Шалимова, Писарева, там, Карпина. Это люди были, для которых футбол был все. Я много знаю игроков того времени. Там, я не знаю, я знаю, там, которые вот недавно совсем закончили футболисты. Даже я тебе скажу, что там даже такого футболиста, как Глушаков сегодня молодого нету. Хотя ты знаешь наши отношения с ним. Ну, сейчас таких молодых очень мало. Один-два нету. Двадцатилетних с таким характером, как, допустим, был у Воронина, ты просто сейчас такого не вспомнишь, такого характера. Вот сейчас ты не назовешься такого футболиста там до 23 лет. Вот молодежная сборная выступала, ты видел там хоть одного агрессивного футболиста? Евгенев. Какая его агрессия была? Ну, хуя чуть по ногам. Что он не может догнать. Бьет по ногам. Да, ну что он, то, что он не может добежать до игрока, это что, это не агрессия, это глупость, то, что он бьет по ногам. Это не агрессия выиграть любой ценой игру. Я помню молодежь, вот ту молодежь, которая там теперь мои друзья там стали, мы там периодически собираемся, вспоминаем, но у этих совсем нет спортивного характера. В чем проблема? Я не могу это объяснить, к сожалению. Не знаю, я не могу однозначно, к сожалению, понять, что происходит. Вот я просто смотрю молодежную сборную, это вышло, ну честно говоря, это вышла команда, вот в моем молодости это была команда консерватории. Понимаешь? Хорошо одеты, опрятные ребятки, с причесочками, статуированные все, так знаешь, в одной тату-салоне, но у них нету вообще характера спортивного. Понимаешь? Это, я не знаю, тренер в этом виноват, или подвели их так, или все, но у них нету агрессии никакой. Но они проиграли, ну и хорошо, ну ладно, проиграли, вечером там смеются, пьют там пиво. Выиграли, такое же самое состояние, но ничего не происходит. Поэтому с этими ребятами, которым сейчас за 30, их просто сравнить нельзя. Это трагедия, я не знаю, только ли в России это происходит, я не знаю там, как молодежь там себя за границей ведет, я не слежу за тем, как бы там, но то, что у нас там эта деградация происходит. Даже на таком уровне, то, что характер пропадает, просто пропадает спортивный характер. В этом надо бить тревогу. Ну бьем тревогу, а что делать-то? Ну, значит, надо, я не знаю, что-то надо делать. Что, нужно зарплату детским тренерам прибавлять, чтобы они как-то требовали? Слушай, ну я не уверен, что детский тренер, для того, чтобы ты ему прибавить зарплату, у него знание от этого появится. Вот у нас есть пробел, и я тебе в интервью говорил, и сейчас повторяю, у нас есть пробел тренерской школе. У нас готовят тренеров, не соответствующих сегодня европейскому футболу. Мы заведомо, заведомо человек, который выходит, заканчивает вот эту школу, он заведомо проигрывает по всем показателям. Допустим, такого же возраста тренеров, которые приезжают или там работают в Европе. Понимаешь? Или они не на то обращают внимание, или мало уделяют внимание психологии, не знаю. И как бы сегодня финальный матч Лиги Чемпионов показал, насколько значим тренер для команды, понимаешь? Сегодня команда звезд, например, не может обыграть сбалансированную, хорошую, крепкую тренерскую команду. То есть тренер вообще становится очень значимой фигурой, очень значимой. И футбол превращается там, грубо говоря, ну это совсем грубо говоря, в компьютерную игру. То есть тренер, хорошо управляя своей командой, может настроить свою команду. Он может выровнять, допустим, за счет более высокого качества игроков в команды соперника. Нет, просто вам не кажется, что сейчас вы говорите там команду звезд, что нет такого народа, который был раньше. Ну, то есть вот эти ребята... Ты имеешь в виду россиян. Ну, вообще, даже в европейский футбол сильно усилинился. Да, 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 много внимания физике уделяется. Нету ярких звезд. Да, вот как Фигу, как Лео Месси. Ну, понятно, что это финалит. Ты прав, то есть, грубо говоря, там, допустим, когда я начал футбол смотреть в 82-м году, например, помню, вот чемпионат мира 82-го года, или хорошо помню 86-го года. Там, грубо говоря, там первых 10 команд, в каждой команде был один-два там прям звездных лидера. Сегодня такого нету, ты прав. Сегодня там футбол очень сильно усреднился. Очень сильно, очень большое внимание уделяется. Почему я и говорил, что это стало похоже на компьютерную игру. Для вас. У нас даже сегодня селекционеры некоторых клубов работают, как компьютерную игру игроков подбирают. Они вживую не смотрят футбол. Они подбирают игроков только по каким-то цифровым данным. Поэтому, да, так происходит. Ну, вы же говорили, ваша мечта сбылась. Вы говорили мне зимой про нашу слабую тренерскую школу. Смотрите, у нас сейчас в Москве нет ни одного в РПЛ русского главного тренера. Ну и хорошо. И хорошо это. Что плохого? Что в этом плохого? Это плохо или что? Я хотел бы видеть русских тренеров. Ну, если их нету, надо им чуть-чуть подключить. Значит, надо уделить внимание тому, чтобы лет через пять они появились. Но для этого надо что-то делать, чтобы они прибавили в образование. Как-то здесь. Понимаешь? Они же не могут просто так появиться. Надо что-то делать для этого. Или там ждать самородки, чтобы появились какие-то самородки. Но ты хочешь что сказать? Что сегодня в России есть тренер, допустим, тактически готовый уровня Гаджиева, Семина, Газаева или Бердыева. Нету. Нету. Но у нас, я тебе говорю, у нас один Слуцкий, на которого молится вся страна. Потому что он, как бы, его знания, его возможности позволяют расти команде. Вот поэтому и хорошо, что нету. Хорошо, что президенты клубов начинают включать голову и говорить, что надо брать иностранного. Но это тоже не так, что ты, понимаешь, по объявлению берешь любого иностранного специалиста, и он заработает. Все равно надо как-то там с этим подбирать эту ситуацию под свою команду, под свой коллектив какой-то. Ну да, еще об этом поговорим. Я бы перешел к Спартаку. Ну что, около года назад вы дали мне интервью и сказали о том, что поспорили с человеком на ящик или бутылку коньяка, я уж не помню, значит, по поводу того, что Шамиль Газизов там не доработает до Нового года. Не доработал. Да, вы получили коньячало? Ну, мы договорились распить его в Европе, как только откроется. Ну, то есть, год прошел, а... Я удовлетворен ответом проигравшей стороны. Так скажем. Считай, получил. Считай, что получил. Ну, то есть, Джован Челаянс вы сами ему набрали или как? Ну, мы... Который проиграл от... Ну, мы... Да, ну, не хотите, да. Как вы... Понимаете, вот тема ТДСК для меня до сих пор остается такой, ну, тайной какой-то, да? И на пресс-конференции у него спрашивали, вы чего уезжаете? Да. Вы чего уезжаете? У вас команда второе место заняла, у вас здесь любят, вы будете играть в Лиге Чемпионов. У вас заработная плата, я, честно говоря, то, что там... Потом это... О, 3,6, 3,5, 3,6, да? Для меня шок. Да. Я думал 1,8. И мне говорили 1,8. От зарплаты 3,6 и от Лиги Чемпионов, в своем понимании, не уезжают. Не уезжают. Я тоже это не могу объяснить. Я не могу объяснить это... Ну, надо быть совсем близко в его окружении, понять, что произошло не так, что он уходит от этого контракта. Который бы, допустим, с удовольствием ему еще на два года подписали бы. То есть, грубо говоря, человек, который отказывается сегодня, имея результат, имея любовь, не надо было бы прилагать излишних усилий, чтобы остаться в команде, отказывается от этой работы. Он вывел команду в предел своих мечтаний, там, второе место в квалификацию Лиги Чемпионов и отказывается. Ну, я не знаю, что происходит у него в голове. Но вы для себя можете ответить на этот вопрос? Нет. Конечно, не могу. Конечно, не могу. Он добился максимум спортивного результата, признания, любви, любви команды, любви болельщиков. Руководство готово было его оставить. Деньги феноменальные. Что произошло? Не знаю. Это какой-то должен быть секретом. Это какой-то скелет шкафу должен быть, который, конечно, мы не знаем. Что ему скелетом может стать? Ну, я думаю, может быть, действительно, ему надо быть возле семьи, может быть. Может быть, действительно, он ментально устал от России, например. Ну, я не знаю. Может быть, он не может, допустим, по какой-то причине семья не может переехать сюда, и он без них не может находиться. И его тут все гнетет. Не знаю. Как я могу это? Или, может, он посчитал, что те деньги, что он за полтора года в России заработал, теперь ему хочется работать. Не потратиться? Нет. Он, может быть, считает, что пойдет он, допустим, в Европу на миллион-полтора, и этих денег ему будет достаточно, чтобы получать теперь уже футбольное удовольствие от футбола. Не знаю. Я не могу это объяснить. Конечно, не могу это объяснить. Так же самое, как я, например, не могу объяснить уход тренера Лиля. Тоже я не понимаю, что произошло от человека. Рулигарсия. Рулигарсия нам, простым людям, не всегда это можно понять. Они бывают, ты же иногда к кино смотришь, не можешь его понять. Не могу. Ну, так же самое и они тоже. Это творческие люди. У него там какое-то щелкнуло в голове что-то. Ему это не нравится. Не хочет. И все, не хочу, не могу. И объяснить это мы не сможем. Он должен сам это объяснить. Не факт, что мы это поймем. Понимаешь? Его объяснение может нам, обычным людям, показаться, что он что-то обманывает, что такого быть не может. Потому что никакой, ни один вменяемый человек, имея все вот эти блага, допустим, не уйдет от этих, допустим, зарплат. Да, и там, чтобы он там сильно так скучал по родни, ну почему он и не может себя перевести, значит, что-то там есть, которое он нам не объясняет. Ну или мы не хотим это объяснение понять. Вы согласны с тем, что Тедеско выжил максимум из этого состава? Конечно, больше максимума. Больше максимума. Можете как это сделать? Спартак не вторая команда России по возможностям, по футбольным. То, что она играла в футбол, это не вторая команда России. То, что они стали вторые, это стечение обстоятельств. Почему? Ну потому что он не хочет... С течением обстоятельств. С течением обстоятельств, что какие-то другие команды завалили этот сезон совсем. Более, которые были сбалансированы. Ну, сейчас не будем по именам говорить, но это не вторая команда России по игре. Вот и все. Поэтому выжил максимум. Один вопрос, про который мы постоянно дискутируем. Почему Спартак так играет в обороне, что девятое место по пропущенному? Почему? Потому что там нет средней линии. Нет средней линии? Да, потому что там нет средней линии, поэтому плохая оборона. И очень хорошая атака. Поэтому эта команда никак не могла занять второе место. Ну, как-то видишь, из-за стечения обстоятельств, может быть, какие-то команды играли в Еврокубковые. Тимур, в средней линии играют Крал, которого сейчас торгуют там 20 миллионов плюс фунтов. Играет Зобнин, который хочет за границу. Да. Там нет все равно классического опорного полузащитника и слабые фланги защиты. Для обороны. Для обороны, не для атаки. Сейчас ты Айртона в ревер приведешь. Но он... Мойзес не играл в обороне. Мойзес стал играть хорошо, когда перешел в атаку играть. Хотя был куплен как правозащитник. Как правозащитник он играл безобразно. А как правый нападающий он сыграл неплохо. Потому что класс игры, качество игровые, класс игры у него высокий. И этого было достаточно. То есть проблема того, что Спартак на город пускает, это отсутствие опорника. Отсутствие опорника и отсутствие хороших крайних защитников. Вы понимаете сейчас, когда Крал торгует 20 плюс миллионов фунтов? Ну я не верю в эту цифру, но... Что в нем такого, что за него там такие деньги платят? Потому что это игрок сборной Чехии, который хорошо продается. Понимаешь? И все. И они, кто его покупает, они себе не смотрят на игру его в Спартаке. Но я тебе точно говорю, что по игре в Спартаке, его никто в жизни бы не торговал больше 5-7 миллионов. После Спартака. А в Чехии с ним случается что там? Турбонаддук включают? Ну, наверное, они видят потенциал, который он может дать, допустим, при более качественных партнерах, будет по-другому играть в футбол. Ну, наверное, они видят его позицию по-другому, чем в Спартаке. Вот и все. То, кто покупает его, допустим, в Англию и за другие деньги. Вы видите оглушительную разницу между ними и Соучиком, которого сначала хотели спать? Опять же говорю, что вижу разницу, потому что Соучик все-таки опорный полузащитник, который стал топовым важным игроком в АПЛ. Все-таки, значит, заведомо, когда кто-то предлагал Соучика в Спартак купить, они предлагали качественного игрока. Потому что игрок за год стал хорошим игроком команды, которая там в десятку входит. В СХМ, по-моему, чуть ли не до последних туров боролся за еврокубковые места. Понимаешь, Соучик там один из основополагающих игроков этой команды. Вот поэтому Соучик был более качественный игрок на старте. Но если Крал за год станет в АПЛ игроком основы команды первой десятки, значит, здесь его неправильно используют. Логика Попова. Понимаете, почему он пригласил Руя Виторио? Давайте договорим, что Руя Виторио это Попов. То есть нет других трактовок. Слушай, я думаю, я много высказывался по поводу характеристик Попова. Я считаю, что он пригласил удобного себе тренера. Именно себе удобного тренера. А не тренера, который подошел бы Спартаку. Мне кажется, что Руя Виторио не подходит Спартаку, в моем мнении. Почему? Ну, потому что Спартак показал, что ему нужен тренер более эмоциональный. Понимаешь? Эмоциональный тренер дает Спартаке результат. Карпин, Каррера и Тедеско. Спартаку, тем игрокам, которые есть в Спартаке, нужно больше не учить их передачи делать. И не схемы им показывать. Им нужно больше человеческие эмоции передавать. Поэтому этому тренеру будет сложно. Который должен... Понимаешь, это же эмоции не театральные должны быть. Это должно быть, чтобы он действительно так себя вел, этот тренер. Чтобы они почувствовали, что он действительно всегда себя так ведет. Эмоционально. Поэтому мне кажется, что подобран тренер не тот, который подходил бы к клубу. А то, что, допустим, в прессе мелькало, или мы там среди своих руков знаем, что надо было на стол положить продажи тренера. Если он смог блефануть и показать продажи Бенфики, и перевести это на Спартак, он так же будет работать. Но это просто... Ну, давайте скажем, продажи тренера, это тех футболистов, которые продали в другом клубе, где он работал. Ну, конечно. Имеется в виду Бенфика. Ну, имеется в виду Бенфика, да. Это повторить в Спартаке невозможно. Потому что изначально материал, который был в Бенфике и в Спартаке, это просто будет, ну, я не знаю, торговать, я не знаю, там, Запорожцами и Мерседесами. Вы имеете в виду, что португальские футболисты легче продаются и они дороже априоля? Легче? Нет, они продаются. Не легче, они продаются. Тяжело русские футболисты продаются. Практически невозможно продавать русских футболистов. А португальские футболисты не просто продаются, они на расход во всех странах. Я сейчас, возвращаясь к этому разговору, я понимаю, что продажа Миранчука с 8 до 14 с половиной, это просто гениальная сделка, там, за полгода до конца контракта. И продажа Кокорина... Нет, Кокорин это вообще, это какое-то было чудо, это даже не качественная работа. А продажа Миранчука, это была хорошая работа итальянских агентов, которые смогли... А в чем продажа Кокорина чуда? Потому что невозможно было Кокорина продать в команду серия А. Это было невозможно. Тем более, это крепкая команда, Фиорентина хорошая команда. Ну, в этот год завалила, допустим, да? Но изначально эта команда стабильная, крепкая, крепкий середняк, который всегда показывает там футбол выше среднего. В эту команду продать такого футболиста было невозможно после таких еще, тем более, такое проведенное время в Спартаке. Все, наважно, Кокорин как футболист закончился? Нет, я думаю, вернется в Россию, сможет играть. Ну, слушай, в любую команду он вернется, будет играть лучше, чем Фиорентини. Ну, то есть вы вообще не видите перспектив Фиорентини его? Фиорентини? Да. Я не вижу, нет, я думаю, что сложно будет ему с Гатузом. Почему? Ну, потому что это очень требовательный эмоциональный тренер. И если ты посмотришь на его состав, то у него играют просто люди, которые выкладываются на поле максимум, и футбольные злые люди, очень агрессивные. Это такой сам по себе тренер и такая его команда. Он очень эмоциональный тренер. И Кокорину будет очень сложно доказать Рино, что он очень ему нужен. Вам не звонит Гатуза? Не спрашивал про Кокорина? Я промолчу пока. Вам не звонит? Ну, он вам звонил, спрашивал уже. Нет, он меня спрашивал про Кокорина, когда он был тренером Неаполя. Да. Поэтому я, это моя работа, я промолчу, что он получил в ответ. Но то, что ему очень сложно будет адаптироваться в Италии. Тем более ты же понимаешь, что в Италии на него смотрят как на легионера, который занимает одно из двух мест. Понимаешь? То есть он должен быть... Но вроде его... Если это относится два года... Да, сейчас уже... А сейчас, если второй год играешь, то ты уже... Да, это снимется, это снимется, это как бы, да, обнулиться. Но только Кокорина сколько? 30? Или 31 уже? Или сколько? Понимаешь? И поэтому, когда будут смотреть, допустим, в одной команде играет там Влахович, которому там 21, да, и Кокорин. Оба, вот два легионера, два из Евросоюза. Ну, надо их оценивать? Можно? Да, да, и не в лучшую сторону. Ну вот. Теперь уже можно говорить. Индзаги, Фансека, чешский тренер с такой шипящими фамилиями. Что было правда из того, может быть, к вам? Я, честно говоря, не верю, что тренера Слави можно было переманить. Почему? Ну, его в свое время и Локомотив хотел когда-то до Николича. Ну, как бы... Ну, или во время Николича. Он был один из кандидатов когда-то. Он тренер, который себя хорошо чувствовал. Не, не, он зимой был, когда у Юрия Павловича оставалось полгода. Ну, и Николич тогда появился там как бы в списках. Я думаю, что тренер Слави всех хорошо... Он тогда еще дал понять, что его все устраивает Слави. Ну, про Лею вы имеете за китайские инвесторы? Ну, конечно, да. Там богатые инвесторы, как бы, и его все там на месте устраивает. Развитие команды. То, что она участвует там в Лиге Чемпионов. Как бы ему это... Его это как бы... Переезжать в Россию... Вы понимаете, как тогда искал Спартак тренера? Как? Слушай, я, честно говоря, вообще не понимаю, как искал Спартак тренера, если, допустим, у них там на финише там осталось там два испаноговорящих, португалоговорящих человека. Ну, то есть... Ну, я не знаю, там, кого-то еще там называли, да? Но я не знаю, с Фонсекой не было никаких переговоров. Ответственно заявляю. С Фонсекой не было никогда никаких переговоров. Я это знаю от личного, просто... Ну, мы связывались там, я там, или мои партнеры, неважно. Мы связывались с его агентом, который сказал, что кроме того, что был звонок такой формально, который поставить галочку, ничего больше с Фонсекой не было никогда. Поэтому я не уверен, что с каким-то из итальянских тренеров были проведены там глубокие переговоры. Там, хотя бы там, ну, что для меня глубокий, да? Там, ты ему показываешь команду условно, ты ему говоришь, я могу только одного-два игрока сюда добавить, там, в рамках вот такого бюджета. И он тебе скажет, что он с ней собирается делать, понимаешь? Ну, так я понимаю, надо тренера выбирать для большой команды. Какой является Спартак, который берет тренера за место Тедеско. Если бы они брали за место Кононова, там можно было бы любого тренера взять, хуже бы не было. Сегодня взять тренера, это его просто на электрический стол надо посадить. Понимаешь? Насколько сильно будут за ним смотреть, какого надо было бы выбрать тренера. То есть, если этот Руи Виторио, после двух конференций, не влюбит себя в болельщиков, ну, ему конец. Понимаешь? Ну, то есть, он не вернет расположение, такую влюбленность, как была к Доминик. Но это сложная работа была. Сложная работа. Ну, условно, сегодня Попов в одну петлю залез, мне кажется, с Руи Виторио. То есть, я не знаю, там, до зимы ли он доживет, если он не попадет в группу Лиги Европы или Лиги Чемпионов. Да. Ну, вот я не знаю, как это они собираются там сделать. Ну, у вас хорошие прогнозы обычно получаются. Ну, не, я не угадал с Ларсеном. Мне это все предъявляют, что я Ларсен сказал, что он средний игрок. Про понцы как-то уже молчат, то про Ларсена, меня там попрекает Ларсена. Но я говорю, что, я всегда говорил, что у него есть хорошее, мало качеств, мало, мало хороших качеств. Мало хороших качеств. Хорошая скорость, хороший удар. Он тактически не видит поле. Все равно я это убежден, что он средний нападающий, средний нападающий. Но в российском чемпионате этих двух качеств вполне хватило, чтобы он так выстрелил. Хорошо сыграл, отлично сыграл. 15 голов, это феноменальный для России показатель. Сколько проработает Руй? Смотри, я думаю, что здесь не только спортивный результат выйдет на первое место. Понимаешь, если вышедшая из совета директоров, но участвующая в жизни клуба девушка, женщина, не знаю, она не будет впечатлена резко, не влюбится в него, и не будет впечатленным результатом, он будет работать очень мало. Очень мало. Потому что каждая его ошибка будет удесяряться. А каждая победа будет уменьшаться. Понимаешь, значение. То есть побеждать будут для нее, побеждать будут ее игроки, а проигрывать будет их тренер. Ну, их или их? Их. Их, все. Их тренер будет проигрывать. Вы внимательно смотрите обзоры Шалимова. Да, да, да. Я учу русский язык по твоей передаче. Да, ну, видите, да, все-таки у меня по образованию филологическое, да. Поэтому я думаю, что ему будет очень тяжело. Понимаешь? Когда так вот к тебе подходит, всегда есть, ну, как говорят, что всегда есть стакан наполовину пуст. Если его не любит кто-то, он всегда будет преуменьшать его заслуги. А если кто-то любит, всегда будет находить хорошее качество. Ну, ему будет сложно. По-моему, ему будет очень сложно. Плюс, я говорю, что работа в Бенфике и работа за границей, за пределами португальского футбола, это очень сложно. Потому что русские футболисты, российские, заведомо намного силобее португальцев. Понимаешь? Если он не знает наш менталитет, быстро его не поймет, не врубится, что для этого надо, а любая команда, это 17 россиян, понимаешь, да? 17 россиян. Это не так, что там 15-15. И он может делать ставку на своих там, ну, там, грубо говоря, с кем он на одном языке разговаривает. Если сейчас у него там есть в команде швед, у него в команде есть голландец, у него в команде там есть условно на сегодняшний день чех, у него пока Бразил один, там нигериец один, да? То есть, если у него было бы семь бразильцев, ему было бы проще. Там, семь португалоговорящих игроков или испаноговорящих, которые понимают его менталитет. Сегодня команда такая, интернациональная, которая там, то есть, он не найдет, я сейчас объясню, что я имею в виду. Иногда бывает так, что иностранный тренер делает ставку до иностранных игроков. И они его поддерживают очень долгое время, являясь лидерами этой команды. Здесь так не пройдет дело. Здесь так дело не получится. Команда интернациональная, если он с первой секунды их в себя всех не влюбит, то за него никто не будет там умирать. Понимаешь? Как они там последнее время умирали за Тодеско. Поэтому будет сложно. Мое мнение будет сложно. А там как получится. Не знаю, может он выйдет, войдет в группу Лиги Чемпионов и всем злопыхателям нос утрет. Тоже возможно. Для вас является проблемой при выборе то, что человек в какой-то период поехал в Саудовскую Аравию, я не знаю, Катар, куда-то еще? Не могу однозначно на этот вопрос ответить, потому что надо было быть возле него. Например, тренер, с которым я ежедневно общаюсь, сейчас имел два феноменальных предложения из Ближнего Востока. Он даже не стал их рассматривать. Ну, Николич. Да, Николич. Имел просто феноменальный. У него заканчивался условно, там условно, да, был такой пункт в контракте, при котором он мог бы уйти летом. 400 тысяч. Допустим, там 400 тысяч, там 350 тысяч евро, да. Он мог уйти. И у нас было просто по деньгам сказочное предложение из Ближнего Востока. 5 миллионов евро. Ну, допустим, такое тоже было. Но он даже не стал это, он даже не запретил нам ему это озвучивать, своему окружению. Он сказал, это даже я не хочу рассматривать. Понимаешь? Ну, поэтому я не знаю, там, может быть, у него были, допустим, европейские команды. Может быть, на тот момент у Витория не было европейских команд, которые были бы интересны. И арабы, там, сидя дома, каким-то образом дозвонились до его жены, показали ей чек, она ему там вечером сказала, все, давай собирай вещи, мы едем в Саудовскую Аравию. Ну, то есть, например, я не могу себе представить, чтобы Марко поехал в Саудовскую Аравию. Какое предложение было, чтобы он поехал в Саудовскую Аравию, я не могу себе представить. Ну, а что там у Витория, это пускай его окружение говорит. Какие обстоятельства у него были жизненные, почему он принял такое предложение. Ну, то есть, какие-то крайне стесненные жизненные обстоятельства, что деньги закончились. Да нет, я думаю, что, ну, слушай, ну, платеж по ипотеке, там, что еще. Ну, может быть, и это тоже. Может быть, и это тоже. А что, в Бенфике так мало платили? Нет. Я, может быть, думаю, что просто, допустим, после Бенфики у него не было ничего интересного, например, и он испугался, и подвернулся вот этот вариант, там, огромный, поехать на Ближний Восток, там, да, в Саудовскую Аравию, и он это принял предложение. Да, как бы, если у него было, может быть, что-то в Европе, с другой стороны, непонятно, почему, если он так провел блестящее время в Европе, почему у него не было ничего. Португальские тренера востребованы в Европе. Понимаешь, почему у него ничего не было интересного в Европе, тоже вопрос. Почему он принял предложение, допустим, этого, этого Саудовского клуба, и там проработал тоже не так-то долго, полтора года, или сколько. Я не могу так сказать. Фонсека сильнее Руя? Давай так скажем, я не знаю слова сильнее, я говорил, что это только можно сравнить, когда Хабиб выходит с кем-то на ринг, сильнее или слабее. Фонсека адаптирование был бы для Спартака, адаптирование был бы. То есть, он бы влился бы в работу быстрее, чем возможно Витолио. А интереснее ли он по схемам? Давайте скажем, адаптирование, просто в силу того, что он работал на Украине, он работал на Украине, но он моложе, например, он следит, наверное, будучи в серии А, он проработал в разных лигах уже, понимаешь? Этот работал только в Португалии и уехал в Саудовскую Аравию. Он не работал за пределами Португалии. То есть, соответственно, берется некий риск. То, что в Португалии есть две команды, там надо было, или на то время, сейчас спортник вдруг выиграл чемпионат, но в принципе, это борьба между двумя командами. Это тоже как бы очень сильно, мы не понимаем возможности тренера. Понимаешь, когда ты условно берешь тренера из Саула, которая там шестая-десятая команда Италии, да, и которая там в каких-то матчах с большими командами тренерскую работу видишь, ты понимаешь, почему Дедзерби востребованный тренер по Европе и почему там Ренат Ахметов считает большой победой то, что он его заполучает, такого тренера, понимаешь? Когда ты видишь Индзаги, например, ты смотришь Лацио, команда выходит там в Лиге Чемпионов играет здорово, с Баварии играет хорошо матчи, в чемпионате Италии там она борется не с самым большим бюджетом и не с самым сильным составом за высокие места, ты понимаешь тренер уровня Индзаги, что за тренер. Когда ты в Португалии смотришь тренера Порту или Бенфики, ты видишь только, ты должен только, что он сделал в Лиге Чемпионов, понимаешь? Потому что это соревнования только двух команд. И там, как правило, настолько сильны финансовые ресурсы этих двух команд, что они в основном становятся чемпионами. Поэтому сложно его сейчас оценить однозначно. Но я правильно понимаю, что из того, что вы сказали, предпочтительным выбором на ваш взгляд был бы кто-то из итальянцев? По-моему, не по-моему, нет, но итальянцев. Дедзербе или Индзаги? Ну, Дедзербе, Индзаги это, конечно, было бы намного интереснее, чем условный португалец. Я думаю, даже если они смогли бы получить бывшего тренера Боруссии Дортмунд, который поработал в разных странах, был на рынке, я так слышал, что они там, ну, как-то попадал он на них в список или нет, я не видел их в списке. Но там Люсиен Фавор был на рынке, который во Франции сделал крутую команду, в Германии сделал крутую команду. Это не обязательно должен быть итальянец. Мне нравятся итальянские тренера, потому что я смотрю много итальянского футбола. И они, я вижу, как они могут, как они, как бы понимаешь, как они готовы работать с теми игроками, которые у них есть. Он тебе не будет, как там сидеть наш тренер, говорить, что мне нужно усиление, будучи там постоянным чемпионом России, не может объяснить, зачем ему усиление. Он не может объяснить, зачем. Тренер должен объяснить, зачем мне нужно усиление. Человек говорит, что мне нужно усиление, не может объяснить, какого игрока он собирается усилять, какую позицию. Вы сейчас про Симака. Ну, без фамилии. Ну да, вы в сине-белой-головой рубашке, я не догадался. я специально в сине-белой-головой рубашке. Ну да. Вот. Поэтому, понимаешь, как мы видим, тренера надо так смотреть, может он работать с такими игроками, С какими игроками он может работать И что он с ними показывает Почему я говорю, что не надо смотреть на этих тренеров Типа Гвардиолы Или Почти Ну ладно, Почти показал хорошую работу В тот инфляме Вот эти тренеры, типа Гвардиолы Или там, я не знаю, которые работают С мегатоп-звездами Или даже Конте Непонятный его уровень, понимаешь Человек приходит, запрашивает футболиста на 300 Или там Ливерпуля Клоп, сегодняшний клоп И эти тренеры, не надо их обсуждать Надо смотреть середняка, который там Взял среднюю команду, имеет средних футболистов И с ней работает Поэтому тренера с первой команды Это не всегда хорошо Может быть и тренера взять Там условно середняка будет Более надежно Вы знаете условия, на которые взяли Дэдзаби, Шачар? Я догадываюсь приблизительно Что это порядка 3-4 миллионов Где-то между 3-4 миллионами Я не думаю, что он меньше уехал бы из Италии Но он востребованный тренер Он бы в нашей области работал Это хороший тренер Я думаю, что Ринату Хвала его окружению Которая смогла такого тренера заманить Это тренера очень сложно Восточную Европу заманить Почему Спартак не смог такого тренера заманить? Не было желания Или манящий человек не хотел этого делать Понимаешь, вот и все Могла бы Спартак тоже мог бы Вам понятны те вопросы, которые в интервью Спортэкспрессу Задает Зарема? Ну, понимаешь Это вопросы футбольного болельщика Это не профессиональные вопросы Допустим, профессионального человека, который занимается футболом У нее такие, знаешь Правильные, очень правильные вопросы Футбольного болельщика Человек изнутри Как бы должен немножко больше знать информацию А тем более член совета директоров клуба Понимаешь? То есть Она задает те же вопросы Условно тот человек, который перед экраном телевизора сидит Вот такие же у нее вопросы Ну, я не знаю Если у нее такие вопросы Я тогда не представляю, что там советы директоров Какие там Что там вообще решается Если она с такими вопросами А что не так в качестве вопроса? Ну, они очень простые Понимаешь? Почему тренер не подготовился ко мне Летя ко мне на собеседование Почему, условно, он не подготовился по матчу Локомотив-Спартак? Да? Ну, это логично Почему она его выносит? Ну, это логично Почему она этот вопрос не задает Внутри совета директоров, имея возможность его задать? Нет, она просто подсвечивает тему Это же логично Ну, понятно Чудак во всех этих программах просто не нажал Тогда вопрос Для чего нужен совет директоров В котором принимается решение на нелогичные вопросы Тогда вопрос К чему название это стало совета директоров? Тогда это вопрос Что сидит один человек и принимает решение Тогда почему надо назвать это совета директоров какой-то? Нет Значит, это просто Некие люди говорят Один человек сидит просто И вот у него как захотелось Так он принял решение Ну, так получается Тогда вообще никакой логики нет Что еще не так с своими вопросами? Нет, вопросы все правильные Все вопросы правильные У нее хорошие, правильные вопросы Но она человек изнутри Понимаешь? эти вопросы должен задать человек извне ну а тогда каким образом вообще попов там проработал столько времени если она если она с газизовым справилась то как же она не поняла за полгода что попов еще слабее газизова понимаешь газизов хотя бы хотя бы что делал он пускай даже какие-то свои глупости но вслух их озвучивал а попов просто отмалчивается понимаешь он дал тебе таких-то два там я не знаю матом не хочу ругаться или четыре ну хорошо 3 или 4 блистательных интервью блистательных сереж я один раз заругаюсь матом это интервью на отъебись называется понимаешь это я дал интервью для того чтобы поставить галочку что я их дал но это не интервью спортивного директора клуба спартак понимаешь он не отвечает там ни на один вопрос он какой-то чушь просто там болтает общие фразы разбытые но с еще с таким лицом как будто знаешь он добился выдающихся успехов там в мире футбола и ему вообще никто не имеет права задавать вопрос поэтому как она его там продержала полгода вопрос неужели она там чувствуя ситуацию интуитивно задает очень хорошие вопросы а что она не видел эти вопросы допустим раньше чуть-чуть она не видела и в марте они они тренера ищут полгода грубо говоря да и что эта проблема нарисовалась когда в конце апреля начале мая только нет значит а если она не увидела что она лично она она же хотела лично свитали увидеться общего на лично не захотела увидеться сын за гизды дзербе она бы сказал слушать им давай так ты мне готовь встречу и мы будем все сидеть и будем с каждым тренером собеседовать мне недостаточно 100 якобы ты кому-то позвонил но если она почувствовала что и ты подпихивай только одного остальных почему-то не хочу не готов так не бывает поверь мне вот просто ты мне поверь что даже гвардиолу можно привести на встречу к зареве я не факт что он там согласится но он с удовольствием и выслушать потому что так не бывает что такой клуб как спартак не смог обеспечить встречу с любым тренером мира вот сейчас если до задаться задать целью сейчас конты например потерял работу да допустим и понятно что он спартак не примет никогда но организовать встречу эти поверьте что это можно почему тогда это не было сделал вот я и спрашиваю почему это не было сделано или все к одному тренеру ну потому что подводили под удобного тренера и очень плохо что главный акционер который там принимает решение этого не понимает что это и что его загнали просто под аккуратно тот не хочет это дорого откуда ты знаешь что дорого например но откуда ты знаешь что дорого может он увидит спортивные проекты согласиться на другие условия понимаешь просто спортивный директор правильно для себя удобно сделан я просто слышал то что 5 и 5 запросил фанцека только для себя вот кто это знает кто это слышал кто это видел я тебе точно говорю ответственно заявляю что никогда разговора по цифрам с его агентом не было у него один агент один агент небольшой парень очень порядочный человек ну там то есть я имею ввиду небольшой в плане что у него не 100 человек он его адвокат юрист доверенный очень близкий человек давайте я сейчас посмотрю прям буквально помолчим